Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Обыск у Навального и секрет мема. Найдите этих ублюдков». Так, видео с канала Камикадзе Ди. Здравствуй, дорогой друг. Конечно, новость вчерашнего дня. Это очередное нападение на фон борьбы с коррупцией Навального. Пецназовцы уже не стесняются угрожать убийством. Это не фигура речи. Всё внимание на этого товарища без маски. Нацист предлагает сотруднику ФБК пройти в туалет. Всё, как начальник объяснял. Мочить в сортире. Послушайте, что происходит дальше. В туалет? А здесь можно? Я не могу тебя здесь убить. А здесь можешь? Пошли, отойдёмся. Я не могу тебя здесь убить. Я человек, который... В туалет? Может быть, это какой-то гомосексуальный имеет подтекст. Уже несколько лет подряд подбирает какие-то слова, чтобы не произносить слово «убить» в отношении ублюдков, родителей этих ублюдков. Кому-то это кажется смешным, когда я призываю найти мразей, изнасиловавших мальчик металлической трубой. Мэдисон вот снял пародию на то, как я бомблю по этому поводу. Но Мэдисон, видимо, смешно, когда человека насилуют металлической трубой. Одно из мест, где надругались над ребёнком, это баня. Мальчик пошёл её затопить и упал. В этот момент, по словам очевидцев, двое пьяных 13-летних подростков зашли и совершили преступление. По словам мамы потерпевшего, её ребёнка напоили и надругались, когда он был без сознания. «Извините меня, взяли мазки, взяли анализы, всё сделали! 26 июня! А сейчас 5 июля дата репортажа, и что-то мне подсказывает, что ничего не изменилось совершенно!» «Ну, мы говорили и обговаривали, конечно, и решение будет принято, но мы сначала, наверное...» «Какое решение будет принято? Две недели прошло, корова!» «Как-то это должны и с родителями, да, и с...» «Что с родителями? Они изнасиловали малолетнего ребёнка!» «Представь, что твою жирную душу изнасилуют! Ты будешь ждать несколько недель!» «Слушайте, Алтайский край, я вас призываю...» «Ну, она может только мечтать о таком, на самом деле». «Езжайте все в Заринск! Узнайте родителей этих ублюдков! Узнайте этих ублюдков! Переверните там всё вверх дном! Но накажите! Накажите этих мразей! Это животные, которые недостойны жить! Они недостойны дышать! Они недостойны находиться на территории любой страны!» «Видите, у камикадзе у него тоже такое вот некое воодушевление, новогоднее настроение». «Что если это путинская помойка? Извините за истерику, ребят. Я просто очень хочу, чтобы этих мразей не стало». «Узнайте этих разрабов! Найдите этих левел-дизайнеров! Переверните там всё вверх дном! Но накажите! Не накажите этих лентяев!» А тут просто предлагают убить сотрудника в туалете. И, разумеется, этой мрази ничего не будет. Эта мразь не понесёт никакой ответственности за угрозы убийства. «Туалет? А здесь можно? Я не могу тебя здесь убить. А здесь можешь?» «Я не очень понимаю, зачем эти угрозы у вас сейчас?» «А ты из-за того что подойдёшь?» «Да чё ты мордочку-то прячешь? Чё ты испугался, малыш?» «Я сниму Москву, и чё ты сейчас делаешь?» «Давайте!» «Пошли! Пошли за лобов! Пошли за лобов! Чё ты!» «У вас психики могут делать?» «Я так понимаю, просто вы понимаете, что вы делаете незаконные...» «У нас тут зрачки отрошили». «Понимаете, что приказы эти незаконные, вам тяжело их исполнять?» «Давайте вы прямую угрожать-то не будете?» «А вам никто не угрожает». «А вам никто не угрожает!» «Давайте ещё раз послушать!» «Может, он обдолбался чем-то, если у него зрачки блядяши». «Слушаем для особо толковых!» «Туалет?» «Да» «А здесь можно?» «Я не могу тебя здесь убить» «А здесь можно?» «Я не могу тебя здесь убить» «Ну, убить, может быть, это, знаете, типа, какой-то гомосексуальный сленг?» «Я не знаю...» «Нам требуется консультация Миру Кая» «Может быть, это подкат такой, знаете, типа, пойдём в туалет» «Можно иначе трактовать эту фразу?» «Пожалуйста, деанонимизируйте этого спецназовца, сообщите его...» «Фамилию, имя, отчество, родителей, детей, ничего не будет лишним» «Потому что все берега попутаны» «На этом фоне даже мило выглядит предстоящая драка Рамзана Кадырова с Александром Емельяненко» «Вот чем должен заниматься настоящий глава региона» «Уже начал готовиться к бою с бойцом ММА Александром Емельяненко» «О, прикольно» «Всегда готовы, вообще-то, не знаю, видно будет, жду» «Сказал Кадыров, продемонстрировав журналистом Вицерс» «Я надеюсь, Емельяненко он будет поддаваться, иначе как бы не очень хорошо может получиться, знаете ли, как бы, все-таки авторитет власти, сами понимаете» «Очевидно, это будут поддавки, примерно так же, как с Путиным играют в хоккей, помогая ему пройти к воротам и поднять клюшку» «Путин отвратительно играет в хоккей, это видно любому, не по всякому» «Ну, зато Лукашенко хорошо играет в хоккей» «Каналу любителю, смотрите некоторые его матчи, как он закидывает шайбы» «Посмешище, а не хоккей» «А чего ждать от драки Кадырова с Емельяненко, увидим, сравним» «Дочь Путина вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве» «Почему не при совете президента России, почему не у отца, а у Димона?» «Я не понимаю» «Но особенно актуально, конечно, учреждать такой совет после того, как Россию отстранили на 4 года от международных соревнований, потому что безостановочная череда интоксикаций спортсменов, допинг» «Ну, вы сами все знаете, сами все видели» «Факт этого не отрицает и сам Путин, того, что спортсменам кололи гадость этого» «Тем не менее, остается только порадоваться за дочку Путина, она будет чувствовать свою важность, заседая вместе с Голодец, с Колобковым, которого, кстати, недавно наградили орденом Александра Невского» «Через неделю после того, как Россию отстранили от международных соревнований на 4 года» «Вот это действительно министр спорта» «Жена Усманова Алишера, Татьяна Тарасова, Владислав Третьяк и Ксения Шойгу» «Ксения Шойгу» — это дочь, сами понимаете, «непогрешимого» в кавычках министра обороны А я напоминаю, во времена, когда у меня еще не скручивали просмотры, 9 декабря 2018 года, то есть год назад «Да, с женой Шойгу связана одна интересная история в моей жизни, как бы, олдфаги помнят, о ньюфагам я ничего рассказывать не буду» «Сего-то почти 2 миллиона просмотров набрал мой ролик про то, как Россия-24 опозорила дочь Путина на всю страну» «Новость, которая прошла незамеченной, хотя взрывная абсолютно» «С оборонного завода в Башкирии похитили сотни тонн взрывчатки» «Загадочное преступление расследуют следователи» «Возбуждено уголовное дело» «А там же были какие-то случаи, когда горели заводы, там боеприпасы взрывались» «То есть, может быть, знаете, завод специально подожгли, чтобы скрыть факт кражи боеприпасов» «Что типа сказать, что все взорвалось, все сгорело, а на самом деле там какая-то часть была сперта» «Крупные кражи из оборонного завода «Авангард»» «Помните, в августе в Красноярском крае взрывался склад боеприпасов артиллерийских» «Очевидно, там тоже продали, но надо было скрыть» «А тут не успели скрыть взрывами» «Взрывчатку выносили на протяжении почти двух лет» «С ноября 2017 года по март 2019 года» «Пропажу выявили только в апреле 2019 года» «Я не могу просто» «Какие нахер террористы?» «Для них Россия это просто» «О, у нас в чате нашелся человек, который помнит эту историю, как бы» «Хе-хе-хе» «Мистер Ваул» «Тренировочная площадка» «Оттачивать навыки, чтобы потом в Европе, где действительно есть система безопасности, демонстрировать свою удаль» «А Россия это просто полигон тренировочный» «Москвичи, казалось бы, парадокс» «Вы вывозите свой мусор в близлежащие и не очень близлежащие регионы, думая, что вас не коснется потом загрязнение» «А нет» «Надо периодически закидывать всякие такие темы, чтобы проверять, сколько людей меня смотрят еще с 15-го года» «В Можайском районе рядом с историческим полем Бородино находится полигон Храброво, твердых бытовых отходов, 150 километров от Москвы» «Что? Полигон Храброво?» «Ха-ха-ха-ха! Подождите» «Так, Можайский район рядом с историческим полем Бородино находится полигон Храброво» «150 километров от Москвы» «Слушайте, все сходится» «В честь Ильи Николаевича назвали полигон рядом с Бородино» «А вы говорили, что Илья Николаевич никогда не придет к успеху» «Назло вам, завистникам и клеветникам» «Сначала он занимал 5 гектар, теперь его расширяют еще на 55 гектар» «Немало» «Построили в 2007 году со сроком эксплуатации 10 лет, он до сих пор работает» «Свалка уже выше деревьев, запах стоит аж за 30 километров» «Продолжают туда грузовики по 10 машин в час возить мусор» «Артемий Лебедев уже не знает, как обосрать активистов на своем канале с накрученными просмотрами» «Я считаю, что Лебедеву нужно бороду и усы перекрасить в тот же цвет, в какой у него в принципе голова покрашена уже» «Будет прикольней» «Это 11 тысяч лайков и 348 тысяч просмотров» «Почему бы российскому ютубу не забанить канал, который накручивает себе просмотры?» «А зачем? Он же провластный, поэтому и банить не надо» «Послушаем, что скажет Артемий Лебедев про активистов» «Предварив свою тираду рассказом о Грете Тунберг, которая соврала, что ее в ужасных условиях железные дороги Германии транспортировали» «Без того, чтобы обосрать Грету Тунберг, которую только ленивый не обосрал» «А я в том числе уже раза два, по-моему, и в инстаграме тоже» «Ну, под этим соусом, оказывается, можно обосрать всех активистов» «Ну, оказалось, что эта пизда ехала в первом классе» «Пример с Гретой убедительно показывает нам, что все активисты, которые топят за все хорошее против всего плохого» «Ну, я даже не знаю, как бы называть маленькую девочку, пусть даже очень ебанутую пиздой» «Пример с Гретой убедительно показывает нам, что все активисты, которые топят за все хорошее против всего плохого» «То есть он частный случай Греты, несчастной полоумной девочки, она действительно психически нездоровая» «Приравнивает ко всем активистам» «У этого человека на канале 329 тысяч подписчиков, вернее сказать, дегенератов» «Потому что слушать этого человека после этой фразы адекватные люди не станут» «На самом деле спрашивают, можно ли перебить этот видос» «Да, он уже скоро закончится» «В деле, практически вот с таких уже малых лет, со школьной скамьи, которые являются абсолютно лицемерными созданиями» «Которые говорят одно, а делают совершенно другое» «Кстати, именно поэтому я не верю никаким активистам вообще» «Ни тем, которые защищают пигрят, ни тем, которые защищают моллюсков, ни тем, которые защищают» «Да, так делает только Грета Тумбер, как бы говорит одно, а делает другое» «Обычные люди так не делают никогда» «Космические какие-то, блядь, астероиды, ни тем, кто защищает подземных медведок» «Тем, ну тебе же заказал Ростех и РТ Инвест сказать тех, кто защищает ШИЭС» «Господи, эти медведки, короче, или как они называются, в общем, они настолько пронзительно орут у нас в Юго-Восточной Азии» «Это просто невероятно» «То есть даже в условиях мегаполиса, выходишь на улицу и постоянно вот это стрекотание рыбы» «Почему ты не сказал ШИЭС? Плохо, Тёма, плохо» «Почему ты не сказал ШИЗ? Ты не знаешь счет древних ШИЗов?» «Не все абсолютно лицемерные суки, и самое главное всегда про это помнить» «Абсолютно неважно, каким является человек по телевизору» «Если человек активист, это, в принципе, уже тревожный звонок такой должен включиться, что это пиздобол» «Ох, Тёма, господи, как же ты живой-то ходишь по городу» «Я, честно, не понимаю, что с москвичами происходит» «Ну, ладно» «Спрашивают, почему на Навальнято не берут пример в активизме с НБП?» «Ну, наверное, потому что они не хотят, чтобы их сажали на 5-10 лет за захват госучреждений и неуважение к власти» «Наверное, потому что Навальнято, они, наверное, немножко более ответственно подходят к своей жизни» «И не настолько являются фанатиками, чтобы просто за любую хуйню садиться в тюрьму, чтобы это ему ломало жизнь просто» «То есть на Навальнято они пытаются действовать более прагматично, что ли» «Ох, Татьяна Ивановна, я председатель Совета общественности города Электроуглии» «Мальчонка – это представитель ООО «Харти», о той самой компании, о которой рассказывал пару дней назад, возглавляет ее жирный сын Чайки» «В принципе, мне добавлять нечего, эта женщина настолько четко разобрала ситуацию, стоит столько поаплодировать и послушать» «И у нас люди должны платить по 500 рублей, передайте Андрюше, второй раз говорю, можно треснет, платить не будем» «Может, Электроуглии и всеми районами, вот здесь присутствующие, а здесь активные, здесь в основном старшие по домам, старшие по улицам, при два представителя Совета общественности, мы проголосовали категорическое «нет» в вашей работе на нашей территории, все понятно» «Ну что, Артемий Лебедев, вот активиста, это тебе не над Гретой Тунберг издеваться, над которой…» «Ну да, и эта Россия, как бы, может плохо кончиться, как бы, эту женщину могут убить в итоге, понимаете, чем проблема» «То есть, да, это все красиво, но реалии надо учитывать, страны, в которой вы живете» «Весь интернет угорает, возьми себе кого-нибудь достойного в качестве соперника, а не издевайся над психически нездоровыми людьми, тварь вонючая» «Как же я буду рад, когда с тобой что-нибудь случится» «Будет праздник» «Давайте, ребята, перейдем к другому блогеру, Лиза Найс, я не знаю, кто…» «Пишут, что тетка по-любому левачка, вовсе не обязательно, потому что она отстаивает, по сути, правую повестку, да, то есть, как бы, частные лица отказывают компании в том, чтобы эта компания навязывала им свои услуги» «То есть, это на самом деле, в общем-то, и в рамках чисто правой повестки это имеет смысл, то есть, есть как бы люди, есть граждане, есть какая-то компания, которая пытается им навязать свои услуги» «Если, как бы, люди на это отвечают, типа, нет, мы не хотим, все, как бы, то есть, это, наоборот, как раз вопрос частной инициативы» «Такая, но мне присылают родители» «Мы в ваших услугах не нуждаемся, мы за ваши услуги вам платить не будем, мы как бы не хотим, чтобы вы ничего у нас тут делали, как бы убирайтесь с нашей территории» «То есть, наоборот, это как раз правая, правая достаточно повестка, потому что это реакция собственника на, значит, позицию компании, которая пытается навязать тебе свои услуги, в которых ты не нуждаешься» «Ее подписчиков?» «Суть такова, ребенок увидел рекламу в ютубе и попросил купить ей планер от нее, сделал заказ на сайте, оплатил по карте, пруфы прилагает» «Прошло 19 рабочих дней, планирую так и нет, никто на мобильный не звонил, оповещение в почтовый ящик с почты не кидал» «Отем в условиях доставки на сайте написано, что максимальный срок доставки 10 рабочих дней, из контактов на сайте указан только имейл» «Написал туда письмо с просьбой прислать мне трек-номер, в ответ тишина» «Комментарии под видео на ютубе, где она рекламирует это говно закрыты» «Зато Лиза в инстаграме на показ всем демонстрирует свою попу в Таиланде» «Лиза» «Ну все, опять начинается сладшейминг, типа, вот, посмотрите, как бы, меня зовут Камикадзе Ди, я одинокий, никому не нужный гей, а тут, значит, девушки смазливые свои попы в инстаграме демонстрируют, и на это люди смотрят, ай-ай-ай, какой ужас, возмутительно, отвратительно запретить попу сжечь девушку на костре, посмотреть на выражение лица Камикадзе Ди» «Скажи, пожалуйста, почему ты себе позволяешь кидать своих маленьких подписчиков?» «Почему ты себе позволяешь показывать попу в инстаграме? Почему твоя попа вызывает больше положительной реакции у других мужчин, чем попа Камикадзе Ди» «Ты сумасшедшая леди! Ты такая дерзкая! Но раз ты такая дерзкая, то будь готова к коллективному иску! Когда мне пришлют еще несколько подписчиков» «Не одобряем сладшейминг категорически» «Подобные письма я им помогу организовать и размазать тебя» «Ну, потому что ненавидишь красивых девушек, потому что ты конкурируешь за внимание молодых людей с красивыми девушками и проигрываешь эту конкуренцию» «Тому что коллективный иск против таких кидал, как ты, только и работает» «Заказать планер до сих пор у них это висит» «Ну и напоследок, немножко загнивающих Соединенных Штатов Америки» «Все автоматизировано! В Чехии, к примеру, подобную фигню должен опускать водитель, выходить из кабины» «В Сингапуре, кстати, тоже все автоматизировано» «Жутко недовольны, когда приходится это делать, но выходит и опускают» «А тут автомат, робот» «И люди, у которых какие-то проблемы с тем, чтобы пройти в автобус без этой штуки» «Не должны просить о помощи, не должны смотреть жалобно» «Полноценной жизнью живут эти люди, как и должны жить, потому что они ничем не отличаются от нас» «Распространяйте материалы, ребята, обязательно кликайте по рекомендованным видео справа с пометкой «Новинка» с моего канала» «Проверяйте подписку на канал, проверяйте лайки и просмотры на предыдущих роликах» «Спасибо за внимание! Удачи!» «Кстати, обратите внимание, вот в самых разных роликах Камикадзе Ди, то есть я на самом деле совершенно не против его деятельности, того, что он указывает на пороки российского общества, на всяких коррумпированных чиновников, злоупотребления Но обратите внимание на то, в каком контексте в роликах Камикадзе Ди всякий раз появляются молодые сексуально привлекательные девушки Они у него всегда сугубо в негативном контексте «Вот, посмотрите, как бы!» «Она показывает свою попу в инстаграме, какой ужас! Возмутительно! Запретить попу немедленно!» «Секс — это аморально!» «Что может быть хуже гетеросексуального секса?» «То есть чувствуется какая-то, вот знаете, смесь ненависти и зависти, что типа, о, сука!» «Да, наверное, значительная часть денег, которые зарабатывает Камикадзе Ди, идёт на оплату психологической помощи» «Это знаете мне, что напоминает? Это мне напоминает видео, когда Гоблин и Борис Юлин разбирали этого Немцова «Когда Немцова убили, они, значит, записали видео о том, что типа, вот, это всё, значит, всё правильно, так и надо и так далее» «И там, значит, у Юлина, у него был самый железный аргумент против Немцова «Немцов, он был бабником! Он засовывал пенис в разных женщин!» «То может быть хуже?» «Какое страшное преступление!»